Ирина Славина очередная жертва Ходорковского. Григорий Игнатов журналистской правде за 3 октября 2020 года. В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию, написала нижегородская журналистка Ирина Славина перед самосожжением у здания МВД своего города. Но так ли это на самом деле? Кто является настоящим виновником ее смерти? Ее враги или ее друзья? Здесь возможно две версии объяснения причин происшедшего. Первая кажется наиболее очевидной и потому ее все озвучивают и обсуждают. А вторая, как менее явная, пока предпочитает молчать. Да возможно и не приходит она в голову. Итак, первая версия. Есть оппозиционная журналистка, совершенно классического либерального типа, ненавидит СССР. Ленина Сталина призывает через свое частное СМИ «Коза» участвовать то в акциях памяти Немцова, то во флешмобах типа «Допускай», а общая тональность – нечто среднее между МБХ Ньюс и Новой газетой. Ну окей. Да, есть такие люди. У них предсказуемо бывают неприятности. Например, из-за нахождения рядом с запрещенными и нежелательными организациями. Как это и получилось перед смертью. Славина стала свидетелем по делу проведения форума «Свободные люди», организатора «Открытая Россия» Ходорковского, который прошел в сентябре этого года. 1 октября у нее прошел обыск с изъятием компьютерной аппаратуры и это так на нее угнетающе подействовало, что она решила покончить самой демонстративным образом. У этой версии есть ряд нестыковок, несмотря на всю ее внешнюю логичность. Например, такая. «Мы вчера с ней переписывались, и я прочитала пост про обыск. Пишу. Ира, какой кошмар. У вас есть адвокат? Как вы вообще?» Она говорит. «Нет, адвоката пока нет». И она рассказывала о том, что забрали всю технику, но даже об этом она рассказывала легко. Не было никакой депрессии ее в словах, что это ее так достало, что сил нет никаких, пишет Светлана Кузнецова, юрист Центра защиты прав СМИ. Получается, что подавленного состояния у Славиной не было. В бездной депрессии она, судя хотя бы по внешним признакам, не погрузилась. Вот еще одно важное свидетельство того, что самоубийство задумывалось с холодной головой более чем за год до его реализации. Интересно, а если я устрою акт самосожжения возле проходной УФСБ или прокуратуры города, я пока не знаю, это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему? Или моя жертва будет бессмысленна? Еще раз обратим внимание на очевидное. Тут не депрессивная лексика. Напротив, тут слова человека, считающего себя борцом. Есть цель – светлое будущее. Есть способ – жертва. И с сантиментом нет места. А есть только трезвый расчет, как бы дороже продать свою жизнь. И вот тут выходит на первый план другая версия. И от нее не отвертеться, как бы это ни хотелось сделать. Ирина Славина – шахидка. Ну, то есть считала себя таковой. Как мы за последние годы и десятилетия узнали, увы, очень хорошо, абсолютное большинство потенциальных шахидов становятся таковыми не по собственному желанию, а вследствие долгой и всесторонней психологической обработки своего окружения, которая последовательно внушает им точку зрения о полной неизбежности такого поступка в борьбе с силами зла и о высочайшей чести его совершить. На выходе получаем людей, которые радостно улыбаются, садясь в свои шахидмобили и не сворачивают в сторону, направляя свою живую бомбу на противника. Вот видео, которое запечатлела смерть Славиной. На нем видно, как даже объятая полностью пламенем, она продолжает отталкивать человека, пытающегося ее потушить. Это поведение человека предельно мотивированного, а агрессия – всяко лучший мотиватор, чем депрессия. Поведение шахида, который не сворачивает в сторону. Вторая версия полностью выглядит так. Славина давно избрала для себя путь шахида в борьбе с российским государством и просто ждала наиболее выгодного момента, когда можно было бы убить себя, возлагая на государство вину за эту смерть. Понятно ведь, что самосжигаться вот просто так, на ровном месте, глупо и бесполезно. А если подгадать это дело под смертельную обиду, а мы ведь помним, но даже об этом она рассказывала легко, не было никакой депрессии в ее словах, что это ее так достало, что сил нет никаких, то получится выжать максимальный тротиловый эквивалент из собственной смерти. А отсюда вопрос, цитата Глеб Жеглов, «Кто ж так накачал Славину, что она в этом намерении устойчиво пребывала как минимум год, а то и дольше, кто были теми шайтанами, что постоянно укрепляли ее в такой картине мира, где только показательное самоубийство есть акт, достойный хорошего человека?» Если отойти в сторону от собственной религиозной составляющей самоубийственного терроризма, то в общих терминах описать теорию самоубийства можно примерно так. Окружающая действительность представляет собой полное, тотальное зло, которое настолько сильно, что победить его доступными методами и в обозримой перспективе можно даже не мечтать. Кто у нас так думает? Показать пальцем? Показать наряд таких СМИ и организаций, легальных и нелегальных, которые всю свою пропаганду строят вокруг создания у своей аудитории впечатления, что россияне живут в кромешном аду, где воцарился сатана на веки вечной, или вы их сами вспомните и назовете. Далее. Борцам со злом в такой обстановке остаются только два выхода. Или терроризм настоящий, с бомбами, или самоубийство как терроризм моральный, как отказ находиться под властью зла. И мы тоже хорошо знаем, что именно по такому пути идет радикализирующаяся оппозиция в последние годы. Кто-то собирает бомбы, как Михаил Жлобицкий, а кто-то предпочитает убить себя, чтобы вдохновить новых Жлобицких. В итоге мы имеем де-факто террористический акт, который был осуществлен смертницей организации, совершающей длительную психологическую и идеологическую обработку своих членов именно с целью таких действий. И это ставит вопрос о том, не следует ли перевести тут же открытую Россию из статуса организации, нежелательной, в статус другой, более соответствующей ее действиям. Григорий Игнатов, Ирина Славина, очередная жертва Ходорковского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова